приветствую всех кто заглянул на мой канал меня зовут любовь и в этом видео мы с вами будем учиться вязать вот такой круг по спирали узором косичка таким узором можно вязать сумки можно вязать ковры в данном мастер-классе мы будем с вами вязать открытую круглую сумочку давайте начнем для вязания круглой сумочки нам понадобится 200 метров полиэфирного шнура 3 миллиметра можно также взять трикотажную пряжу либо шнур 5 миллиметров крючок я взяла три с половиной вы можете взять либо поменьше либо побольше номер и обязательно нам понадобится маркер для того чтобы отмечать начало ряда для начала мы формируем кольцо амигуруми для этого кончик шнура кладем на ладонь оборачиваем шнуром ладонь и придерживаем все большим пальцем вот такая конструкция получается за свободный кончик мы заводим крючок захватываем рабочую нить и вытягиваем ее сейчас перехватываем ся и провязываем петлю на крючке получилось у нас скользящая петля кольцо амигуруми вот он сейчас нам нужно набрать еще пять столбиков без накида в кольцо для этого вставляем крючок в кольцо захватываем рабочую нить вытягиваем провязываем 2 петли на крючке 3 4 5 и 6 старайтесь вязать с одинаковой плотностью чтобы узор был максимально ровный считаем 1 2 3 4 5 и 6 на крючке стягиваем кольцо за свободный кончик тянем самом начале нам не нужно сильно стягивать можно сразу посильнее можно не сильно первый ряд у нас готов и сейчас мы будем провязывать второй для этого это наша лицевая сторона чуть разворачиваем вот это изнаночная все столбики без накида состоят из двух вот таких вот ножек вот они и шляпки вот они две ножки и шляпки нам нужно вот это вот перемычка шляпка условно называемая до нить у нас должна от центра от колечка находиться с изнаночной стороны сейчас мы под первую перемычку вот с изнаночной стороны вставляем крючок справа налево захватываем рабочую нить провязываем столбик без накида 1 1 столбик без накида 2 ряда у нас провязан берем маркер и помечаем начало ряда сейчас в каждую вот эту перемычку с изнаночной стороны вот они не под крайнюю косичку да то есть за одну половинку косички а вот за эту перемычку вот за эту мы будем в каждую провязывать по 2 столбика без накида в первую первый столбик мы провязали один столбик без накида сюда же мы вставляем также крючок справа налево захватываем рабочую нить и снова провязываем столбик без накида и сейчас за каждую вот эту перемычку будем провязывать по 2 столбика без накида мы вяжем по правилу идеального круга что он был чтобы он был идеально ровный 2 снова за заднюю перемычку вот она вставляем крючок помогайте пальчиками вот провязываем столбик без накида и сюда же мы провязывая второй столбик без накида уже с лицевой стороны видно что у нас получается такая вот ракушечка спираль к следующий также провязываем 2 столбика без накида 1 2 следующий там же два то есть во втором ряду у нас должно получиться 12 столбиков без накида и в последний мы провязываем также 2 1 2 все второй ряд у нас готов потяните сразу хорошо затяните вот это центральное колечко ведь у нас есть отверстие у меня есть может быть вы изначально хорошо затянули по ходу движения нити вот она у меня вот так располагается вот так вот я и в том направлении затягиваю нить затягиваю довольно сильно все затянуло отверстие из лицевой стороны это отверстие замкнулась то есть нет отверстия никакого начинаем вязать третий ряд сейчас мы будем вязать также за эти задние перемычки вот они третий ряд вставляем крючок провязываем столбик и сюда же мы вставляем крючок и провязываем еще один столбик тоже удваиваем в первый столбик 3 ряда мы переносим маркер обязательно помечайте начало ряда чтобы потом не потерять его очень легко потерять следующую перемычку мы будем провязывать один столбик следующие 2 то есть в третьем ряду узор у нас составляет удвоение одинарный столбик удвоение одинарный столбик снова вяжем одинарный 1 следующий 2 за вот эти перемычки то есть мы у нас все вязание будет только за задние перемычки 2 снова 1 и снова удвоение до конца самостоятельно довязали третий ряд третий ряд должен закончиться одинарным столбиком без накида в третьем ряду у нас получилось 18 столбиков без накида убираем маркер и в первую петлю вот из эту перемычку мы провязываем одинарный столбик один обязательно помечаем маркера не забывайте следующий столбик мы также вернее за следующую петлю мы провязываем также одинарный столбик а где у нас в предыдущем ряду вот у нас одинарный столбик был вот это здесь у нас удвоение 12 здесь одинарный в каждый одинарный столбик мы сейчас будем провязывать удвоение для того чтобы у нас не получался многоугольник а именно ровный круг и 2 старайтесь провязывать с одинаковой плотностью чтобы узор у нас был максимально ровный снова 2 одинарных столбика 1 и 2 и снова удвоение в одинарный столбик предыдущего ряда вот он у нас один вот так выглядит двойной видите из одного столбика выходит 2 здесь с 1 выходит один столбик то есть из одинарного у нас сейчас будет одинарный будет у нас удваиваться и 2 то есть между двойными у нас сейчас будет по 2 одинарных столбика удвоение 2 одинарных удвоение 2 одинарных довязываем до конца самостоятельно довязали до конца четвертый ряд и в последнюю петлю за последнюю перемычку мы будем провязывать два столбика без накида то есть удвоение ряд у нас начинался с 2 одинарных значит должен закончиться удвоение в четвертом ряду у нас получается 24 столбика без накида начинаем пятый ряд и сейчас в каждый второй одинарный столбик вот у нас 12 здесь идет удвоение здесь снова один здесь снова 2 в каждый второй одинарный столбик мы будем провязывать удвоение первое мы провязываем 1 столбик без накида опять же не забывайте маркер начало ряда первый столбик 5 ряда 1 во второй у нас идет удвоение 1 и 2 сейчас в удвоение мы провязываем по одному столбику следующие одинарный один столбик и в следующий получается уже 4 по счету мы будем его удваивать то есть между удвоениями у нас сейчас будет по три одинарных столбиком и так 1 2 3 одинарных и провязываем удвоение 1 и 2 снова 3 одинарных 1 2 3 и сейчас у нас будет удвоение 1 и 2 до конца самостоятельно так как пятый ряд начинался с одного столбика потом у нас пошло удвоение 5 ряд у нас должен закончиться двумя одинарными столбиками без накида вот в каждую заднюю перемычку каждую изнаночную перемычку сейчас в пятом ряду у нас должно получиться тридцать столбиков без накида вот 30 таких косичек должно получиться вяжем шестой ряд убираем маркер и сейчас в каждую вторую в каждую вторую одинарный столбик мы будем делать удвоение то есть между удвоениями у нас будет то есть между удвоениями будет уже четыре одинарных столбика начинаем шестой ряд с одинарного столбика помечаем его маркером 1 2 3 и 4 и сейчас во вторую одинарную столбик вот он между вот у нас удвоение предыдущего ряда одинарный 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 удвоение и во второй одинарный столбик предыдущего ряда мы будем провязывать удвоение то есть 1 и 2 снова провязываем 4 одиночных столбика 4 по одному и 4 и снова удваиваем заканчиваем самостоятельно встретимся маркером шестой ряд закончился у нас удвоение и общее количество столбиков без накида столбиков общее количество косичек должно быть 36 начинаем 7 ряд убираем маркер и сейчас между удвоениями у нас будет по 5 одинарных столбиков то есть удвоение 5 одинарных снова удвоение удвоение мы сейчас будем делать где-то примерно по середине одинарных столбиков то есть у нас их 4 либо например 2 либо 3 я буду делать во второй столбик одинарные от удвоения то есть вот 12 первый столбик провязываю одинарный первый столбик 7 ряда и во второй буду делать удвоение 1 и 2 сейчас снова буду провязывать 5 одинарных столбика за перемычки изнаночные 2 3 4 5 и снова делать удвоение 1 и 2 снова провязываю 5 одинарных столбика и потом удвоение довязывайте до конца самостоятельно начинаем вязать 8 ряд сейчас между удвоениями будет по 6 одинарных столбиков провязываем 1 маркер замечаем и удвоение мы будем делать сейчас в каждый второй от удвоения каждый второй столбик нужно еще смотреть вот предыдущий ряд у нас получается 7 удвоение вот она а у шестого ряда удвоения вот она если мы будем провязывать в каждый третий столбик между удвоениями 6 ряда то вот это удвоение у нас будет получаться над удвоением предыдущего ряда вот шестой то у нас будет образовываться угол поэтому мы будем удваивать второй столбик и так первый столбик мы провязали 2 3 4 и вот она вот она второй одинарный столбик между удвоениями предыдущего ряда сюда мы будем и вернее его мы не будем удваивать 1 и 2 сейчас будем провязывать 6 одинарных столбиков 6 по одному 2 3 3 4 4 5 и 6 1 и 2 и сейчас снова провязываем 6 одинарных столбиков и снова удвоение провязывайте до конца самостоятельно 48 косичек начинаем вязать 9 между удвоениями в девятом ряду будет по 7 столбиков одинарных 1 столбик 9 ряда провязываем 1 столбик провязали второй третий четвертый пятый шестой и седьмой и в восьмом будем делать удвоение сейчас удвоение у нас будут опять же в каждом втором столбике без накида между удвоениями предыдущего ряда 8 вот у нас было удвоение 1 2 одинарный вот он 2 мы его его 2 снова провязываем 7 одинарных столбиков и потом удвоение 7 одинарных и удвоение до конца самостоятельно заканчиваем вязать 9 ряд заканчивается он у нас удвоением 1 и 2 все провязали удвоение начинаем 10 ряд итак 1 столбик 2 и 3 удваиваем 1 и 2 несмотря на то что удвоение у нас получается в конце ряда 9 и начале 10 здесь угла не будет он будет также круг идеально ровно поэтому на вот эти вот близкое расположение удвоение не обращайте внимание и так сейчас у нас будет между удвоениями 8 столбиков одиночных 1 2 3 4 5 6 7 и 8 и делаем удвоение 1 и 2 удвоение сделали сейчас снова провязываем 8 одинарных столбиков делаем удвоение 8 одинарных удвоение и встретимся уже в конце 10 ряда 10 ряд закончен шестью одинарными столбиками без накида вот они раз два три 4 5 6 и в десятом ряду должно получиться 60 столбиков без накида то 60 вот таких вот косичек начинаем вязать 11 ряд в 6 столбик от начала ряда мы будем удваивать первый столбик 11 ряда не забывайте маркер 2 2 3 4 5 но и 6 мы сделаем удвоение 1 2 2 2 между удвоение будет 9 одинарных столбиком провязываем 9 одинарных столбиков 123 1 2 3 4 5 6 и еще 3 8 и 9 и делаем прибавку делаем удвоение довязали 11 ряд получилось 66 столбиков без накида 66 косичек пересчитайте чтобы не ошибиться в дальнейшем вязание сейчас будем вязать 12 ряд между удвоениями в двенадцатом ряду будет у нас 10 одинарных столбиков то есть мы этот ряд и начнем с 10 одинарных столбиков 1 2 и 10 делаем прибавку удвоенный удвоенный столбик провязываем снова 10 одинарных столбиков и снова удвоенный 1 2 то есть сейчас провязывайте этот ряд до конца 12 ряд закончился удвоение и в двенадцатом ряду общее количество столбиков получилось 72 72 косички начинаем вязать 13 ряд этом столбики будет у нас прибавка 1 1 2 3 4 и в пятом столбике прибавка 92 удвоение и сейчас провязываем 11 столбиков без накида то есть между удвоениями будет 11 столбиков без накида то есть с каждым рядом между удвоениями у нас прибавляется по одному столбику закончили вязать 13 ряд ряд у нас закончился семью одинарными столбиками и всего получилось 78 столбиков без накида 78 косичек пересчитайте чтобы все было ровно начинаем вязать 14 ряд и в четырнадцатом ряду между прибавками у нас будет 12 столбиков без накида не забываем помечать первый столбик начало ряда 1 2 3 4 5 6 7 8 и в девятом прибавка 1 и 2 сюда же все прибавку делаем сейчас делаем 12 одинарных столбиков и прибавку 1 12 одинарных прибавку встретимся в конце этого ряда 14 ряд у нас закончился четырьмя одинарными столбиками без накидом так как начинался он с 8 одинарных 9 мы делали прибавку то есть 4 плюс 8 получается 12 столбиков 14 ряду получилось нас восемьдесят четыре столбика восемьдесят четыре таких косички начинаем вязать 15 ряд и сейчас между прибавками у нас будет уже по 13 столбиков без накида провяжем 13 столбиков без накида сделаем прибавку то здесь мы ничего не будем смещать перемещать тут сразу провяжем 13 столбиков сделаем прибавку снова 13 столбиков снова прибавка то есть между удвоением между прибавками будет по 13 столбиков без накида уже встретимся в конце этого ряда 15 ряд у нас закончился удвоением и сейчас мы будем вязать последний 16 ряд и между удвоениями будет уже по 14 одинарных столбиков без накида простой столбик мы сделаем удвоение в последнем ряду шестнадцатом 1 2345 и в шестой делаем удвоение удвоение и сейчас провязываем 14 одинарных столбика удвоение 14 одинарных столбика удвоение то есть между двоениями будет по 14 одинарных столбиков без накида мы довязали 16 ряд всего получилось 96 столбиков без накида 96 косичек пересчитайте пожалуйста свяжите точно такую же деталь их должно быть 2 на этом первая часть мастер-класса по вязание круглой сумочки узором косичкой по спирали закончена мы с вами встретимся во второй части подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик чтобы получать уведомления о выходе новых видео